Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Происходит так много всего, что я просто-напросто не успеваю всё обозревать. Возможно, мне стоит перестать спать, тогда я точно всё успею. Сегодня расскажу тебе много всего интересного, но особо выделю 4 темы. Только что зашевелилось более 15 тысяч биткоинов, которые не двигались от 2 до 5 лет. Что это значит? Разберём. Кроме этого, ситуация с Digital Galaxy Group явно становится хуже. Нигерия даёт нам всем большой инсайт, куда будут двигаться страны в плане финансовой системы. И, наконец, биржа Хуоби испытывает какие-то трудности. Пользователи паникуют. Если это и другое звучит интересно для тебя, не забудь поставить лайк. Меня это очень мотивирует. Давай наберём 3000 лайков, как обычно. Большое спасибо за поддержку. Итак, начнём с главной темы. Только что старые монеты биткоинов, которым от 2 до 5 лет задвигались. Посмотри на этот график. Мы видим вот этот красный всплеск вот здесь. Это почти 16 тысяч биткоинов, которые не двигались от 2 до 5 лет, но теперь задвигались. Что же это может означать? Неужели новый дамп биткоина после того, как он почти 3 месяца торгуется на стабильных 16 тысячах долларов? Я с трудом представляю, что вот эти люди, которые держали биткоин от 3 до 5 лет, не продавали, когда биткоин стоил 69 тысяч долларов. Но теперь на отметке в 16 тысяч долларов продают. Если это так, то это не люди, а какие-то криптоорганизации. Возможно, это продаёт, например, Silvergate. Да-да, этот самый банк, который, как сообщается, уволил 40% сотрудников и закрывает свои позиции в криптовалюте на сумму в 700 миллионов долларов. Возможно, сюда же немного добавил и Grayscale Trust, который за последние 24 часа продал 35 биткоинов, за неделю 208 биткоинов и за месяц больше 1000 биткоинов. В общем, единственной мотивацией для продажи биткоинов именно сейчас я вижу финансовые трудности и кризис ликвидности той или иной криптокомпании, особенно в свете коллапса FTX. Если мы посмотрим на график движений старых биткоинов от 2 до 5 лет, то увидим, что в октябре прошлого года, а именно 25 октября и 26, мы наблюдали несколько таких же всплесков по 2000 биткоинов, 1000 биткоинов, 2270 биткоинов. На графике цены биткоина это происходило вот здесь. Вот эти всплески биткоинов, которые не двигались от 2 до 5 лет в октябре прошлого года, происходили вот здесь, на этом локальном пике, как раз перед вот этим дампом. В общем, я просто предупредил, что более 15 тысяч биткоинов, которые не двигались от 2 до 5 лет, только что задвигались. Это то, о чем нужно помнить в ближайшее время. Если мы уже заговорили о банке Silvergate, нужно упомянуть и криптовалютную биржу Huobi. Ведь Silvergate явно испытывает проблемы, раз увольняет почти половину сотрудников и закрывает свои криптопозиции в большой минус. А значит и криптовалютная биржа Huobi может быть в опасности. И сейчас вокруг этого очень много паники. Но как Huobi и Silvergate связаны? В твиттере я нашел целый огромный тред исследования. В принципе, он сам по себе достоин отдельного видео, но я решил пройтись по нему прямо в этом выпуске. Итак, первое. Huobi Global использовался и, возможно, до сих пор используется как офшорная биржа для банка Silvergate. Это стало возможным лишь потому, что процедура «знай своего клиента» KYC. У Huobi настолько легко обманывается, что один трейдер открыл аккаунт на бирже, притворяясь сначала певицей Тейлор Свифт на вот этой фотографии, а затем и персонажем известного фильма «Борот». И самое интересное, что криптовалютная биржа Huobi легко открыла аккаунты для Борота и Тейлор Свифт. Именно поэтому можно найти множество свидетельств о том, что биржу Huobi используют как место для отмывания денег. Даже китайское правительство однажды раскрыло целую преступную схему на отмытие 125 миллионов долларов через эту биржу. А в Таиланде и вовсе была отозвана лицензия Huobi на легальную работу. Но похоже это не проблема для Сильвергейт, который с удовольствием предоставляет и Huobi, и остальным банковские услуги. При этом, как видно из множества случаев, адвокаты жертв мошеннических схем, которые преступники реализуют через Huobi, зачастую остаются либо с носом, либо с каким-то почтовым адресом Сейшельских островов, на которых Huobi даже нет. Так преступники сбегают с украденными средствами. И все благодаря процедуре своего клиента, который легко обманывается на Huobi. Затем биржа была приобретена Джастином Саном, как ты помнишь. А в этом видео Джастин говорит, что Huobi сотрудничала с Сильвергейт банком. Кроме этого, криптопроект Джастина, Трон, ранее сотрудничал с Аламеда. Сильвергейт также обеспечивал банковскую поддержку всего этого. Да-да, это та самая Аламеда, который пользовался FTX для отмывания денег. Джастин Сан был известен тем, что банки очень часто замораживали его счета. Поэтому подозрительно, что когда Сильвергейт запустил публичную продажу акций IPO, Джастин поддержал его. Похоже, и Джастин, и Huobi таки держат деньги в Сильвергейт. Вот еще одно косвенное этому подтверждение. Во-первых, Huobi предлагает пользователям вносить средства на биржу именно через Сильвергейт. А во-вторых, монета, выпущенная Huobi, также требует работу через сеть Сильвергейт. Напомню, Сильвергейт сейчас переживает большие финансовые трудности. Он увольняет 40% персонала, а также полностью закрывает убыточную криптопозицию на 700 миллионов долларов. Это означает, что все компании, связанные с этим банком, тоже могут пострадать. Это Трон и Хуоби как минимум. В пользу этого уже свидетельствует следующее. По сообщениям инсайдеров, биржа Huobi отменяет все бонусы на Новый год и готовится к увольнениям. В планах сократить команду с 1200 до 600 или 800 человек, то есть практически вдвое. Кроме этого, планируется сокращение зарплат, которые собирается выплачивать в USDT или USDC, а не фиатной валюте. Это уже вызывает протесты некоторых сотрудников. Битран также сообщает, что Хуоби полностью закрыла внутренние каналы связи между сотрудниками и каналы обратной связи. Это очень опасно, по его словам, и не исключено, что внутренние сотрудники взбунтуются и утащат пользовательские активы или добавят в обновление программ, связанных с Хуоби, бэкдоры и трояны. Короче, если у тебя есть активы на Хуоби, нужно срочно их вывести, а если у тебя есть приложение Хуоби, ну, нужно срочно его удалить до автоматического обновления. Это очень важно, ребята. С этим разобрались. Теперь давай перейдем к ситуации Digital Currency Group, Grayscale и Genesis. Как ты помнишь, им дали срок до 8 января для погашения долгов. Барри Силберт ответил на этот ультиматум, что DCG не имеет финансовых проблем и коллапс FTX никак на них не повлиял. А если есть какие-то долги, то DCG тут ни при чем. Это все Grayscale или Genesis, ну, или другая дочерняя компания. Если это так, то что вот это такое? Час назад DCG закрывает штаб-квартиру одного из своих подразделений по управлению активами на сумму около 3,5 миллиардов долларов. Инвесторы и партнеры шокированы таким решением. Ведь, по словам Силберта, в компании все хорошо с финансами. Паутина дочерних компаний, которыми обросла DCG, позволяла компании сваливать все проблемы на Genesis, Grayscale и других. Но кажется, этот трюк уже выдыхается и скоро придется что-то с этим делать. К долгам прибавляются новые. Криптобиржа Bit.Wow заявляет, что DCG должна им около 300 миллионов долларов, а Gemini недавно заявила о долге почти 1,7 миллиарда долларов. И после этого выходит вот эта новость. Во-первых, DCG закрывает одно из своих подразделений, а во-вторых, Genesis увольняет 30% своих сотрудников. При том, что это уже второй раунд увольнений у Genesis. Как мы видим, ситуация DCG на самом деле ухудшилась. А закончить я хочу кое-чем позитивным. Да, с одной стороны, такая тенденция как минимум вызывает сомнения в собственной свободе в ближайшем будущем, но то, к чему она косвенно приводит, на самом деле меня очень радует. Нигерия полностью запретит снятие наличных с государственных счетов, чтобы подтолкнуть страну к безналичной экономике. Кроме этого, совсем недавно, около месяца назад, эта же страна установила ограничение на снятие наличных денег до 225 долларов в неделю. Как мы видим, Нигерия уже сигнализирует нам о том, что будет в остальных странах. А именно, полная, безналичная экономика на основе цифровой валюты Центрального банка. Подконтрольная и отслеживаемая правительством вплоть до последней монетки и последнего сантиметра. Но, посмотри-ка на вот эту диаграмму. Здесь очень интересная информация на самом-то деле. Это популярность допроса биткоина в разных странах мира. И как мы видим, наиболее популярен этот запрос в Сальвадоре, что неудивительно. Но на втором месте Нигерия. Рост популярности такого запроса там связан в том числе и с этими нападками со стороны государства и Центрального банка этой страны. О чем это нам говорит? Что навязывание безналичной финансовой системы на основе цифровой валюты Центрального банка приводит к росту популярности альтернативной платежной системы. Не подконтрольный правительству. И это биткоин. Кроме этого, есть еще один очень интересный запрос. Купить биткоин по всему миру. Как ты видишь, в последнее время он вырос практически на 500%. Но давай посмотрим, в какой стране он наиболее популярен. И это Нигерия. Со значительным отрывом от Ганы на втором месте. О чем-то это да и говорит. Не так ли? Особенно на фоне вот этих двух новостей. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok